Круглый стол в Щелкове – это часть цикла мероприятий, проводимых в рамках 10-й Демидовской ассамблеи в Москве и в других городах России. Организаторы ассамблеи – Международный Демидовский фонд и Уральское землячество – общественные организации, которые, начиная с 1992 года, занимаются и в нашей стране, и по всему миру сохранением исторической памяти о семье Демидовых. Об этих наших славных предках знают, пожалуй, даже школьники. Акинфий Демидов, живший в конце 17-го – начала 18-го веков, открыл множество заводов, ставших важной частью отечественной экономики. А сам он был сыном Никиты Демидова, того самого, который работал еще при Петре I, создавал тульские оружейные заводы, развивал металлургию на Урале, а затем стал основателем крупнейшей династии предпринимателей Российской империи. Демидовская ассамблея проводится и на Щелковской земле. Историки из разных стран и российских регионов приехали в наш историко-краеведческий музей, где провели круглый стол по теме – Демидовские объекты России, выявление, сохранение, изучение и использование старинных усадьб. Я искренне вас приветствую на гостеприимной Щелковской земле. Я приветствую, безусловно, гостей, наши дорогие гостей из Флоренции, Рима, Франции. Конечно же, я приветствую наших друзей уральское землячество. Демидовский форум на нашей территории проходит впервые, поэтому для нас особая честь вас здесь принимать. В рамках 10-й международной Демидовской ассамблеи ее участникам предстояло побывать и в селе Алмазово, в усадьбе Демидовых, где было проведено обсуждение по теме просветительства благотворительности меценатства от Демидовых до наших дней. Речь шла о духовной жизни представителей рода Демидовых, их покровительстве художникам и скульпторам, о создании ими приютов, больниц, строительстве объектов, которые мы теперь называем социально значимыми. Это история, это культурное наследие нашей страны, и этому не случайно придается огромное значение не только в целом Российской Федерации, но и у нас в Московской области. Участники круглого стола посетят и храм преподобного Сергия Радонежского. Построенный уже внуком Никиты Демидова Николаем, а также школу-интернат и другие исторические объекты, расположенные в Демидовской усадьбе Алмазова. Демидов был человеком чрезвычайно увлеченным, он был страстным читателем, от него осталась большая библиотека, и что любопытно, что он не просто читал книги, а он всегда оставлял на полях своих книг очень острые, остроумные, точные замечания по содержанию этих книг. В этом смысле, конечно, история Демидовых – это история такой яркой и очень позитивной страницы русской истории. Вообще во Флоренции мы знаем много Демидовых, потому что мы считаем Демидовы наши русские. Есть Демидовские площади, Демидовские улицы и так далее. Поэтому мы очень любим Демидовы, и исследование о них продолжает уже долгие годы. Демидовские крестьяне одними из первыми стали частными землевладельцами земли. Они сумели выкупить землю буквально сразу после отмены крепостного права. Потомки Демидовых, Нижегородских Демидовых – это, во-первых, старшая ветвь Демидовых, и до сих пор живут еще потомки по мужской линии. Наших гостей порадовали игрой на гитаре и аккордеоне молодые люди, специально приехавшие в Щелково. Их участие в мероприятии было совершенно оправданным. Они – потомки князей Демидовых. Андрей Циханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».